Включаем циркулярно сирены по Архангельской области в течение трех минут. После чего даем тестовое речевое сообщение три раза. Наблюдаем получение подтверждений от каждого ЕДДС. Информация до каждого ЕДДС доведена. Продолжение следует... Граждане, проводится техническая проверка областной системы оповещений. Против населения области сохранять спокойствие, оставаться на местах и не предпринимать никаких практических действий. Граждане, проводится техническая проверка областной системы оповещений. Против населения области сохранять спокойствие, оставаться на местах и не предпринимать никаких практических действий. Столбик КП говорит о том, что оконечное устройство запустилось. Во-первых, стоит упомянуть, что система построена в соответствии с указом президента 15-22. Основное отличие от системы, которая работала до этого, и часть старой системы, кстати, включена также в новую систему, это то, что новая система является цифровой. То есть оперативный дежурный ДДС может контролировать состояние всех устройств оповещения в реальном режиме времени. Соответственно, возможно, внесение изменений, в том числе по оповещениям. Функционал намного шире. Возможно, перехватывать телевидение, радио. Послать информацию по каналам сотовой связи. Ну и в дальнейшем эта система будет интегрирована в систему «Безопасный город». То есть, так как система цифровая, это сделать будет возможно. Соответственно, жители Архангельской области будут более готовы и оповещены в случае, если произойдет вдруг чрезвычайная ситуация своевременно и смогут своевременно отреагировать на это. Какого качества разборчивости они получают? Система работает в симплексном режиме. Сейчас оперативный дежурный также точно нажмет кнопочку «Микрофон» и передаст нам сообщение. Вся наша система комплексной безопасности для обеспечения оповещения всего населения и предприятий, и объектов экономики области в каких-то ситуациях, которые выходят, как говорится, из обычного течения жизни. То есть, они должны иметь доступ к информации о том, что произошло в том районе, где они располагаются. В первую очередь, это, конечно, население, в первую очередь, это те люди, которые живут в городах и районах области. То есть, сегодня мы проверили и посмотрели о том, что по результатам работы, которая была спланирована проведена, начиная с 2013 года, по всей области 28 зон экстренного оповещения населения о природных, техногенных, чрезвычайных ситуациях было организовано. Для этого было закуплено, смонтировано, проведена пусконаладка оборудования. Выполнял это архангельский филиал компании Ростелеком по контракту, который был заключен с правительством области. Если гидит предметно об Архангельске, здесь сегодня 6 зон экстренного оповещения находятся в Северодвинске, 3 зоны экстренного оповещения. Это все связано с единой цепью оборудования и выходит на конечные устройства, на сирены или звукотранслирующие устройства, речевые и громкоговорители. Все это выполняется в рамках выполнения указа президента Российской Федерации номер 1522. Это все было связано с событиями в городе Крымске и с наводнениями. Поэтому те зоны, которые определялись в Архангельской области, это в первую очередь зоны, которые имеют риски подтопления в период паводка и ледохода. В Архангельской области это те зоны, которые находятся рядом с потенциально опасными объектами, которые расположены на территории области. Вот эта работа выполнялась исходя из тех самых поручений. Сегодня мы провели испытания. Испытания были проведены в апреле месяце всего установленного и смонтированного оборудования. Было это об устранении замечаний, проведение дополнительного обучения персонала, единых дежурно-диспетчерских служб по территориям и районам области. И вот сегодня мы можем говорить о том, что к 1 июля, так к тому сроку, который был обозначен в указе президента Российской Федерации, 28 зон экстренного оповещения в Архангельской области действуют, и они будут выполнять свою функциональную задачу. Из бюджета Архангельской области на выполнение данных работ было потрачено около 150 миллионов рублей. То есть это закупка оборудования. Во-первых, это разработка проекта технического всей этой системы экстренного оповещения населения, закупка оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, все, что связано с разработкой регламентов, руководства эксплуатации. Вот эта работа сегодня выполнена. Но при этом мы должны сказать о том, что, конечно, эта система экстренного оповещения, она является неотъемлемой частью централизованной системы оповещения в Архангельской области, которая, соответственно, со временем, она приходит в какую-то техническую негодность, и требуется постоянное обновление, освежение, ну и развитие этой системы. Поэтому мы уже сегодня говорим о том, что к экстренной системе оповещения, которая сегодня 28 зон охватывает, необходимо еще 12 зон, которые мы уже знаем. То есть появились дополнительные объекты опасные, мы их выявили, дополнительные зоны риска. И сегодня уже есть поручение на выполнение проекта, на эти дополнительные 12 зон. Мы, конечно, будем вот эти необходимые работы выполнять, и систему экстренного оповещения развивать, как говорится, и модернизировать. Внимание! Проводится техническая проверка областной системы оповещения. Просим население области сохранять спокойствие, оставаться на местах и не предпринимать никаких практических действий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова